Здравствуйте! Это проект Герои Волги. Я Евгения Орлова. И наш сегодняшний выпуск посвящен 180-летию уникального здания Нижегородского арсенала. И гость нашей студии Олег Валерьевич Муромцев, заместитель заведующего арсенала Нижегородского филиала Пушкинского музея. Олег Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, честно говоря, уже сложно представить современному нижегородцу арсенал вне концепции музея современного искусства. Но, как говорится, любовь бывает долгая, жизнь еще длиннее, и у арсенала была славная история и до музея. Расскажите, с чего она началась? Арсенал был построен в 1843 году, а история его началась еще в 1836 году, когда Николай I второй раз приехал в Нижний Новгород. Именно тогда он и своим высочайшим указом повелел пристроить здание арсенала к Кремлевской стене. И в 1837 году появился первый проект арсенала, который предусматривал разборку старой Кремлевской стены 16 века. Но этот проект не был утвержден Николаем I. Он понимал, что... Слишком дорого оказалось? Нет, просто он понимал, что ценность стены 16 века гораздо важнее, как культурно-историческая ценность. А, то есть это историческое наследие, да? Да, конечно. То есть он выступил как некий орган охраны объектов культурного наследия в позапрошлом веке. Но арсенал в любом случае сразу строился и проектировался как склад, да? Да. Ну, то есть такой логистический комплекс, да? Сразу строился такой логистический комплекс, тыловая база для Нижегородского и Казанского гарнизонов. Ну и как его? Каким в итоге его построили? Значит, арсенал строился три года. С 1841 по 1843. Но это быстро по тем меркам? Это достаточно быстро. Потому что, например, московский арсенал строился 34 года. Ух ты! То есть в 11 раз быстрее, чем в Москве, да? Можно было написать пресс-релизе того времени. Примерно так. И арсенал был построен, введен в эксплуатацию в 1843 году. И с тех пор там находился склад амуниции. Там хранились интересные вещи. Вот я лично читал опись вещей, предназначенных для хранения арсенала в архивах. Там были барабанные перевязи, флейты, сапоги, сукно, пуговицы 22 тысячи штук. В общем, ну такая тыловая база. Ну и такую функцию арсенал сколько по времени выполнял? До 1943 года он выполнял функцию такого военного склада. А с 1943 года в арсенал переехал картографический отдел Министерства обороны. И там хранились карты, которые должны были уходить в войска. Ну а когда произошел этот вот раздел, когда от Министерства обороны, ведение, ну, наверное, Министерства культуры, да, перешло это здание? Да, это произошло в 2003 году. Благодаря усилиям, энтузиазму нашего директора Анны Марковны Гор и ее зама Любовь Михайловна Сопрыкиной при активной поддержке полпреда президента в то время Сергея Владимировича Кириенко арсенал был передан из Министерства обороны в Министерство культуры. А Министерство культуры Российской Федерации передало арсенал в оперативное управление Государственному центру современного искусства. Но важно, что у Центра современного искусства тогда уже была готова концепция использования этого здания. То есть не просто вы вошли, что же мы теперь будем делать, а уже знали, да, как все будет происходить. Да, да, да. Эта концепция была разработана раньше на семинарах на проектных. И ее можно было, скажем так, реализовать, не скажу, что легко, но реализовать и реально воплотить в жизнь. Ну, то есть других вариантов, собственно, да, кроме Центра современного искусства и не было, да, куда приспособить арсенал? Ну, с нашей точки зрения нет. Мы же уже тогда были Нижегородским филиалом Государственного центра современного искусства. Только мы тогда находились в Доме архитектора. Вот если еще немного говорить об истории арсенала и о той части этой истории, которая была до Центра современного искусства, ведь, ну, вот начали с того, что в Москве есть арсенал, есть такие здания в других городах. А как они используются в других регионах? Ну, я знаю, в Ижевске, по-моему, тоже музей. В Казани тоже музей. А по какому пути другие регионы пошли? Ну, функциональное назначение современных арсеналов, оно разное. Вот, например, в Санкт-Петербурге арсенал и в Туле арсенал – это производственные площади. В Астрахани... Ну, это город оружейников, да, поэтому им положено. Ну, да, там тоже был арсенал. В Санкт-Петербург арсенал тоже завод арсенал находится. В Астрахани, в Астраханском Кремле, Цейхгаус, ну, это тот же самый арсенал. Музейно-выставочный комплекс. В Ижевске в арсенале, да, там находится, размещается Национальный музей Удмуртии. Ну, а вы дружите арсеналами? Есть какие-то горизонтальные программы сотрудничества? В год, когда наш арсенал открывался в 2015 году, в марте, прошла в Нижнем Новгороде Международная ассамблея арсеналов. Туда были приглашены представители, ну, не только арсеналов, но музейных институций, которые раньше использовались как военные объекты. Но в любом случае, все началось с масштабных реставрационных работ. Расскажите, в каком виде арсенал перешел в руки к реставраторам? В руки к реставраторам арсенал попал довольно-таки в плачевном виде. У него была местами обрушена кровля, деревянные межэтажные перекрытия были в аварийном состоянии. Фундаменты здания были, необходимо было укреплять. Поэтому было поставлено как бы три задачи, три направления работ. Первый – это противоаварийные работы. Они заключали в себя усиление фундаментов. Было набурено по периметру арсенала 660 буронабивных свай. Были укреплены стены путем инъектирования. То есть в стены, в кирпичные, в старые, закачивался инъекционный раствор, который их укрепил. Следующее направление – это реставрация. То есть надо было сохранить то, что осталось. Проектом реставрации руководил очень известный московский архитектор-реставратор Епифанов Александр Иванович. Вот под его руководством все реставрационные работы и проводились. Так а сколько они по времени заняли? Общая продолжительность работ была с 2005 по 2015 год. Но кроме реставрации, это здание должно было быть приспособлено под нужды современного музея. Потому что когда мы получили это здание, там не было никаких инженерных коммуникаций. Там не было канализации, не было воды. Проходил только проводок электрический на 3 киловатта, чтобы вскипятить чайник или вкрутить лампочку. То есть проект приспособления делал Евгений Викторович Ас. Известный московский, даже можно сказать, не московский, а международного уровня архитектор. И вот они вдвоем вели арсенал в течение 10 лет. Между ними случались споры, жаркие баталии, которые в конце концов привели... Все пошло на пользу, да? Да, конечно. Потому что у каждого было свое видение, но в конце концов все равно приходили к чему-то общему. А были ли применены какие-то нестандартные, интересные решения? Потому что, правильно вы говорите, учреждение культуры, то есть там должна быть и сигнализация, и пожарная сигнализация, особый микроклимат. Это место, куда приходят люди, место, где хранятся ценности, и здесь нужно еще и старину сохранить. Ну, это не нестандартные, это стандартные решения при реставрации и реконструкции. То есть, да, сейчас арсенал насыщен всевозможными инженерными системами, пожарной сигнализации. То есть это абсолютно современный, в общем-то, объект, да? Просто особенность и уникальность современного арсенала в том, что он из себя представляет как некую архитектурную матрешку. Дело в том, что вся внутренность арсенала, которая была деревянной, деревянной, колоннодеревянной перекрытия, была вынута изнутри. И внутри, в старых стенах, построено абсолютно новое здание, современная железобетонная этажерка. Четырехуровневая получилась этажерка. Если раньше арсенал был двухэтажный, то сейчас это четырехуровневое здание с подвалом и с мансардным этажом. Так это правда, что перекрытия арсенала, они на Кремлевскую стену не опираются, да? Да, конечно. Потому что это новое здание, оно было встроено внутрь арсенала. На стены перекрытия не опираются, а связаны со стенами старыми, гибкими связями. То есть они дышат, они не касаются стен. Но реставрация – это всегда какие-то находки. Что-то интересное нашли в процессе работы? Ну, это, скорее всего, не при реставрации находки, а находки при археологических исследованиях. Потому что прежде чем приступать к каким-то строительным работам, в охранных зонах памятника необходимо проводить археологические работы. У нас три сезона работали внутри арсенала археологи. Было найдено 43 захоронения, потому что это место было тогда вынесенным за старую деревянную Кремлевскую стену, еще строившуюся при основании Нижнего Новгорода. Кстати, археологи же во дворе арсенала нашли остатки, следы этой стены, этого ограждения. Найдены были небольшой клад монет, кубышка. То есть все-таки был клад. Но в которой было 276. Мне кажется, это хорошая примета. Если во время реставрационных работ, во время подготовки к реставрационным работам нашли клад, значит, все будет хорошо в современной жизни здания. Там было 276 маленьких серебряных монеток с изображением Георгия Победоносца, поражающего змея, сабелькой. Они назывались сабельки. А вот второй тип монет, если бы он был с копьем, это были копейки. Это же да, как интересно. А скажите, а что в современном арсенале самое древнее? Ну что, это лестница или дверь какая-то? Ну, самое древнее в современном арсенале – это Кремлевская стена 16 века. Но на нее арсенал не опирает. Я имею в виду, что внутри. Ну, он к ней пристроен. Он к ней пристроен. То есть эта стена – это стена арсенала. Потом идет, наверное, 19 век, когда арсенал строился. Это стены арсенала, лестницы, оконные решетки, чугунные, которые выходят на боевой вход Кремлевской стены. Чугунные ступени, сохранившиеся. Не все, они были частично утрачены. Чугунные плиты, напольное покрытие, которое тоже было частично утрачено. Но есть, сохранились несколько десятков плит старых родных 19 века. И, наверное, вы хотите спросить, что же самое новое в арсенале? Да, что самое новое? Ну, самое новое – это все… Самое новое – это современное искусство, да? Самое новое – это все инженерные системы. Но самое-самое новое – это наша команда арсенальская, которая, скажем так, сплоченная, которая готова к любым совершениям, к реализации любых музейных проектов, любой сложности. И не только музейные. Вот, кстати, то, что касается сложности музейных проектов, практически все организаторы выставок, которые осваивают пространство арсенала, говорят о том, что конструктив здания позволяет реализовать ну, самую нестандартную идею. Можете ли вспомнить какую-то абсолютно небанальную выставку, которую можно было разместить только в арсенале? В Нижнем Новгороде такой выставкой был показ в 2021 году двух работ классика видеоарта Билла Виолы. Это были показаны две его работы – «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана». Для этого пришлось построить 12-метровый высоты экран и сложная система проецирования на него была. Вот это достаточно нестандартно. То есть в Нижнем Новгороде мало в каких институциях можно вот… Ну, в таких классических музейных, я бы сказал. Я не имею в виду современные. А в классических музейных мало где можно вот разместить такой экран. Вот лично по вашим ощущениям, как сочетается современное искусство, которого много внутри арсенала, и действительно старина, которую удалось сохранить? Мне кажется, это сочетание органично вытекает из самой структуры арсенала. Арсенал – это такая анфиладно вытянутая структура, и она позволяет проводить, скажем так, не только какие-то классические выставки, но и у нас проходит много разных событий. Музыкальные события, причем они, как правило, все нестандартные. Например, когда исполнители вместе с слушателями проходят по анфиладам арсенала среди экспонатов. То есть, в общем-то, вот эта самобытность арсенала, она используется во всех ваших проектах? Ну, а он просто построен с обведением всех музейных норм и требований, и поэтому сложно придумать такой музейный проект, который бы нельзя было реализовать. И скажите, вот в современной программе арсенала, я имею в виду в программе нынешнего года, «180-летие здания» нашло отражение? Да, эта программа началась у нас 14 июля с лекции искусствоведа, директора музея имени Пушкина Лихачевой Елизаветы. Лекция «Ампир в архитектуре и не только». Подготовлена, обширная программа подготовлена, всевозможные экскурсии, концерты, которые будут в течение оставшегося времени до конца года реализованы. Я приглашаю всех смотреть эту программу на нашем сайте и приходить. Ну, то есть, несмотря на то, что арсеналу, собственно, арсеналу 25 лет, да? 180 лет, это дата тоже для вас важна. 180 лет с зданием, да. И это все-таки для вас это тоже важно, это здесь история, вы помните, и этот год получается тоже для вас юбилейный, да? Да, 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 да. Это будет юбилейный для нашего здания, для нашей команды. Можно наполнить интересными событиями, интересными для вас и интересными для нижегородцев. Заместитель заведующего арсенала Олег Валерьевич Муромцев сегодня был гостем нашей студии. На этом все. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok